Моста через Казанку Другой здесь в центре Значит, по этому поводу Значит, в центре Мы дали предложение Там два альтернативных варианта Против существующего Рассмотрены Значит, один вариант с выходом Другое место несколько Но он мало отличается Так сказать, от первого Единственное, что он спасает Природный участок, который там Естественного леса остался Уникального фактически, да? Через который сейчас вот эта вот Транспортная дорога должна пройти Там последняя популяция архивных видов Которые в Казани остались Остальное все уже уничтожно Значит, да Не остров, а на побережье Напротив его как раз А Есть вариант, когда Да, причем это планировалось не мост А именно дамба следующая Но эту дамбу можно сделать На самом деле, если задвинуть это в край Всего водноболотного комплекса Поскольку с краю Близи стадиона Планируется яхт-клуб И углубление акватории Так вот, как раз обслуживание Ахт-клуба и прочая дорожка Не массового движения А только для автомобильного Легкового транспорта И велосипедов Она может выйти на улицу Значит, напротив Где там улица Лесная, что ли, да Или какая-то вот такое название Сейчас точно не помню, да? Тогда она выходит на сибирский тракт На развязку И немножко развязывает другие мосты Это, в принципе, возможно С минимальным относительно экологическим ущербом сделать А вот, что касается мостового перехода От Гаврилова Значит, в районе Савиновки, да? Значит, на Торфяной То там она тоже планировалась По ценным природным угодиям сначала Но еще в ходе разработки генерального плана Удалось это скорректировать И они сейчас отодвинули это к садам Не снося сами сады Она пройдет там мимо Также по природным угодиям Но все-таки по местам, в которые не включают сейчас редкие виды Насколько я понимаю Сергей Георгиевич, правильно ли я вас понял Что мы здесь за час работы дискуссионного клуба Впервые услышали несколько слов Но если не в поддержку То хотя бы в защиту проекта генплана Который мы обсуждаем Что оказывается что-то делается с минимальным ущербом для экологии Или планируется сделать Ну, планируется, да И потом еще вопросы Значит, все эти предложения будут учтены Потому что бывает так Вот мы какие-то предложения давали По охраняем территориям Потом следующий вариант генерального То есть этого в проекте генплана Промежусь рассматриваем Они опять не учтены Опять мы ставим этот вопрос Этого в проекте генплана нет Это вы свои предложения озвучили сейчас А вот по поводу моста у поселка Трофимой Там скорректировано Это есть генеральный план Это сделано То есть мы не можем сказать Что вообще ничего не слышат Вопрос как слышат И насколько Да, 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 да Были еще слова Значит, Тахир Генпланович Что-то вы тоже хотели По поводу транспортного цеха Да, у нас начальник Не только транспортного цеха Как в старом анекдоте, да? Все-таки самая большая угроза Приводник, которая сейчас Как бы предвидится Это гибель лебяжего леса Вот, значит Так, мы плавно переходим К высокоскоростной дороге Казань-Москва Или Москва-Казань Хотя в генплане Про высокоскоростную магистраль Там практически не поминается На самом деле Они нарисовали Вот ту трассу Через лебяжу Значит Как бы Железнодорожники говорят Что Трасса будет по эстакаде Но генпроектировщики Значит Там еще нарисовали Автомобильную трассу Но она предполагается Видимо тоже по эстакаде Если уж Дороговато Да, скорее всего Это исключено Вот А мое мнение Примерно такое Скорее всего Этой высокоскоростной магистрали Не будет в ближайшие 10-20 лет Абсолютно правильно Но Трасса Вот это будет Лес будет Уничтожен Будет построена Автомобильная Магистраль Построена будет А когда Автомобильная магистраль Будет То и там Будет и город То есть Вот Единственный Вот у нас Большой массив Который в городе есть А пока он Он Большой Вы сейчас Высказываете Предположение Давайте уточним В проекте Генплана Вот Содержится Нечто Такое Что мы Независимо От ВСМ Все равно Там будем Вырубать Да Да Это точно Мы Да Заложим И потом Еще Сейчас Вот Сейчас Планируется Как бы Продолжение Москвы Казань До Набережья Силу Фактически А сейчас Значит Выезд из города Там еще Об этом Многие еще Не знают И не говорят Значит От Казань Два Должна пойти На Дербышки Должна сноситься Дербышки У меня складывается Впечатление Что это Общая Драма Урбанизации Просто Общая Или Трагедия Если угодно Урбанизации Может кто-нибудь Из присутствующих Привести Сейчас Юля Если можете Сейчас Берите Сразу Микрофон Пример Когда Какая-то Городская Агломерация Или Какой-то Город Отдельный У нас Ли В России За пределами Развивался И развивается Таким образом Чтобы все Вот эти Тюнечки Да Все эти Растения То есть Короче Экосреда При этом Не страдала Но вот Мне кажется Это невозможно Все-таки Как Но все равно Мы ее зацепить Ближайший сосед Это Нижний Новгород Вот ближайший сосед С которым Относительно Благополучная Ситуация Кстати Там И экологи Достаточно Продвинутые Они В плане Экологического Образования Очень много Работают Министерство Экологии Очень зубастое Я бы сказала Транспортники Как бы Тоже Достаточно Активные То есть Это то место Куда можно съездить И посмотреть На опыт Да Очень много Особо охраняемых Природных территорий Внутри города Они не боятся Этого Они в свое время Вот все Родники Священные рощи Небольшие Там три дерева Все равно Опыты Береговые зоны Острова Они сделали их Особо охраняемыми Природными территориями У них теперь есть Парк прибрежный Который идет вдоль оке Он же многие километры идет Это именно парк Слушайте И это вот было До принятия Нового градостроительного Кодекса Российской Федерации Это давно Это политика И это было проведено Решениями местных властей Да Очень продвинутый Губернатор прежний У них вот Очень активно Все это поддерживал То есть пожалуйста Это нижний Новгород Это ближайший к нам город И то жители настаивают Требуют Ну а аппетит Аппетит известный Когда приходят Я специально изучала Варшаву Ездила туда Смотрела как урбанист Для того чтобы понять Какие сценарии Могут быть Для Казани Варшава похожа Посреди протекает Висла Делит город на две части Старую и новую И численность Миллион семьсот жителей В принципе перспективно Тоже близка Так вот Там буквально Мы встречались в мэрии В комитете экологии Варшавы С представителями мэрии Он сказал Буквально вот Пару лет назад После больших дискуссий В городе Было принято решение Что низкий Затопляемый берег Вислы Очень похожий Мы все это фотографировали Очень похожий На нашу казанку На Гаврилова Остается Диким Можно даже сказать Неблагоустроенным То есть Там благоустройство есть Это урны И дорожки Грунтовые И велодорожка Единственная Которая проходит Вдоль берега И большая полоса Примерно от 500 метров До километра От берега Это все зеленая зона Там люди отдыхают Там прекрасные Заливные Такие пойменные Участки Там птицы В общем Картинка Вот один в один Наша территория На Гаврилово Другая часть Там более урбанизированная И то Если там принимается решение О том Что строится набережная Какая-то То она содержит Несколько слоев Сначала променад Допустим Под ним парковки Под ним торговые центры Под ним трассы Автобусные Вы начали рассказывать Я сразу подумал Про нашу набережную Но когда вы продолжили Я уже понял Что это не про нашу набережную Это не про нашу набережную Вот это действительно Это не про наши примеры Пример той же самой Ванкувера Большой Ванкувер Наша климатическая зона Два миллиона Да, жителей Там четко Разрабатывался Стратегический план Развития Большого Ванкувера Согласно которому Был определен процент Природных территорий 37% По городу Сохраненных Из них 50% То есть почти 20% Это особо охраняемые Природные территории Остальное Парки, скверы, променады И там сделано И крышное озеленение Там есть места Где на крышах домов Гнездятся птицы Сохраняется трафик Через лес Сделаны пути Проходы То есть лоси могут От одного конца города Пересечь его Выйти на другую Маленькое уточнение Вот вы все это смотрели А вы смотрели бюджеты Ванкувера, например И Казани Грубо говоря Понятно к чему я клоню Да, то есть Кто-то может купить Месси за 222 миллиона евро Кто-то купит Азмуна за 3 Естественно Поэтому я сравниваю Все-таки с Варшавой Да Которая имеет близкое Прошлое Близкое Социально-экономические Какие-то общие точки развития И мы сейчас еще можем Стартовать С того, с чего Может быть они стартовали 20 лет назад Если не наделаем Новых градостроительных ошибок И вот эти вот Год я с жителями С Гаврилова Которые очень хотят Чтобы там сохранялась Зеленая зона Они даже есть В зале Пришли Почему Должны быть еще Зеленые зоны Почему мы говорим Даже не об экологии Мы говорим Именно о качестве Жизни людей Нельзя разделять Вот урбанизация Вот здесь А природа Вот здесь Сейчас 9 миллиардов Жителей в мире Поэтому все, что есть Это уже антропосфера И мы можем говорить о том Как сделать город комфортным Для этого эти зеленые зоны Должны быть В определенном шахматном Скажем так Порядке То есть они должны Сохраняться внутри За счет старых Ценных природных территорий Я хочу сказать не про Ванкувер Не про отдаленные территории Я хочу сказать про Ульяновск У вас впечатляющий пример Был с Нижним Новгородом Нижний Новгород Это он не один такой город У нас еще один сосед Ульяновск Еще в 90-е годы При зеленом мэре Там был зеленый такой мэр И при, скажем так Благоприятной работе Министерства экологии Там был создан внутри города Крупный парк На такой пойменной территории Парк Черное озеро Это северный, да? За речкой Нет, наоборот Это центральная часть Экологический парк Около университета То есть вдоль реки Свияги Была пойменная территория И там создается Крупный пойменный парк И вот так и назвали Экологический парк Черное озеро Черное озеро Абсолютно заболоченное По нашим меркам У нас бы в Казани Все фыркали на него И говорили бы страшные грязные болота Но когда туда подходишь Вот дома двух Девятиэтажные Вот болотца Вот это начинающие И когда оттуда выплывает Штук пятьдесят лысух Видов редких Начинаешь понимать Чего они добились Это был зеленый мэр Слушайте, а вот люди там ходят Да, вот вы Вы все это знаете У вас У вас каждая птичка Каждая зверушка Она для вас конкретна Да? Вы биолог Вы это все знаете А вот пришли Грубо говоря Там Ну вот мы Да? А вы говорите Сколько там Кто? Лысухи выбегают А мы даже Нам и не ума Кто? Чего? Какие лысухи? Лысуха черная уточка А мы как совершенно Дикие люди Можно я скажу В более простой категории Вот там где есть редкие Такие ценные виды Да, я поскольку мама У меня двое детей Я всегда объясняю Я вас поздравляю Там где могут выжить В городской среде Редкие ценные виды Там же хорошо и детям Там же и хорошо гулять Беременному У них будет меньше Патологий Беремисти И доказанная цифра Вот если в пятнадцатиминутной Пешеходной доступности От людей есть парк Где можно гулять Да Уровень повторных инфарктов В два раза ниже А повторный инфаркт Это как правило смерть Очень часто Второй инфаркт Бывает уже Второй или третий Я житель Новосоюз В два раза ниже Риск повторных инфарктов Поэтому когда А там 4% озеленения Да, там 4% 10 раз ниже Чем положено В устойчивых городах Понимаете Почему жители Новосоединского района Так вцепились Буквально вцепились В этот последний Кусочек На Гаврилово Не все знают Животных Они конечно понимают Что животное Здесь есть Они вцепились Инстинктивно Может быть В свое право На жизнь В свое право Не умирать От повторных Инфарктов Инсультов Да Рожать здоровых детей И гулять с ними Вот о чем речь то Кому Вообще Ну Может быть Кальберту Вот Микболу А кстати сказать Айрат подал Хорошую мысль Коллеги Я понимаю Что здесь Представители СМИ Присутствуют Мы наверное Уже у нас Время потихонечку Начинает поджимать Будьте готовы Задать По одному вопросу Если мы что то Здесь не договорили На финише Не возражаете Уважаемые спикеры Да Короткий вопрос Короткий ответ Вас устраивает Коллеги Такая схема Нормально Все спасибо Да У нас Вот этот генплан Посчитан в том числе С экономической точки зрения Что он несет Какой эффект экономический Он несет городу Но У нас не посчитан Вот Есть у нас Экологический ущерб Да Но не посчитано Сколько вот Болот с уничтожем А это Не только То что мы им дышим Выражаясь языком Финансистов Не посчитана Упущенная прибыль Да Альтернативные издержки Есть ли вообще У нас методика Которая считает Вот Полностью Полностью Вот это И учтена ли Эти расчеты В генплане Это большой вот вопрос А в генплане И у меня вопрос Второй тогда уж Раз Здесь у нас все-таки Дискуссия Да У нас Здесь могут быть Разные точки зрения Полтора Метра Полтора Это интересно звучит А сушить Это строить Да Это интересно звучит Вот Я просто О мнении не слышал Относительно этого Ярко отрицательное Конкретно Да А скорее Так сказать Даже не концептуально А скорее визуально Там вот я не знаю Сейчас за компьютером Есть кто-нибудь Да Чтобы показать Вот Картинки Да Там фотографии Четыре Если немного Нет Четыре фотографии Там всего лишь Не статья Где четыре фотографии Нет Не это Не статья А четыре фотографии Там где Второй Так файл называется Четыре фотографии Файл Да Файл там Второй Есть Кажется Нашли Нет Он у вас же перекинут На эту На стол рабочий На стол рабочий Перекинут файлы Пока Пока ищут Эти файлы Да Общий вопрос У нас Насколько я понимаю Здесь Кроме А вот же зеленый Вот же он Кроме Тахира Габдрашитович Чистого экономиста нет Да и вы не чистый Смотрите Я хочу вам показать Особенно Вот обратиться Значит Нашей молодежи Да Поскольку Из головы Перекачать информацию Визуальную В другую голову Невозможно Да Но я когда был В вашем возрасте Я помню Какая была Казань Какая была Казанка Какие были Объекты И вот Это участок Как раз Меандры Казанки Ниже В падение В падение В падение Солонки Там выше Голубые озера Потом В падение Солонки И здесь До впадения Кендерки Вот такой вот Участок С извивами реки Который сохранился Вот те Природный объект Который мы предлагаем В сохранении Это примерно Вот такие участки Везде сохранившиеся В нашем городе Ценность их Просто безмерна Если вы придете Туда вы увидите сами Это такой Даже если Вот здесь Вот не так много Редких видов Хотя Вот скажем Лебедей Мы видели Начали исследование Этой территории Мы уже видим Сколько там редких видов Лебедей видели Например На Казанке Здесь пара Гнездилась Где-то в этом районе Но участок Интересен Вообще Если закопаться Вопросы Там Гидрологические Экологические И так далее Это долина Древних Древних Фактически Это реки Солонка Кендерка Что удалось сделать И в этом Генеральном плане Отмечено Ниже этого участка Огромная территория До аэропорта 22-го завода Значит Планировалось Застроить Многоэтажными домами Теперь все-таки Генплан После Ну я не знаю Давление нашего Безмерного Да Все-таки Значит Включено Там 600 гектаров Под парк Но Этот парк Еще Вот этого участка Не касается Выше Там идет Раздача участков Под застройку Рядом И совершенно Безалаберно Как это у нас Всегда ведется Выделяются Границы Кадастрах участков Как они выделяются Ну это просто Без всякого ума Ну да Потом будут Судебные тяжбы Да Вокруг С водными объектами С водными объектами Для меня до сих пор Загадка Когда мы ходим По территории На несколько километров И нам говорят Это моя частная территория И здесь Маркиз Карабач Здесь маркиз На этом Заказникам Сделать Природным парком Сделать ОПТ местного значения Не важно Какой статус Гуляйте Пусть туристы приходят Ничего страшного Пусть приходят Самое главное Не застроить эту красоту Не прокладывать Через нее дороги Самое главное Нафиса Мансурова Вам сейчас доказать На мой взгляд Извините Что я лезу с советом Что это кому-то Может быть выгодно Вот тогда дело пойдет Скажем сразу так Во всем мире Экологически благополучные земли Стоят на порядок Выше Чем неблагополучные Я говорю о наших властях Вот как только вы докажете Кому-то на уровне города Или республики Что если мы сделаем Вот это вот Заповедный парк И он будет Приносить Куда-то Я думаю Дело пойдет Вот мы сейчас Очень много вкладываемся В Казани В развитие рекреационных зон А что он там приносит Сотни рекреационных зон Создаются практически Повсеместно Да Многие может быть Даже перегружены Объектами Вот я имею ввиду Рекреационными То есть потому что Территория например Небольшая Объектов на ней много Население начинает Сразу приходить Ну например Даже та же самая набережная За счет Казанки Создана Эта набережная Так вот Прошла Прошла по документам Да И сейчас на ней Такое количество Рекреационных объектов Что бешеное количество Населения туда идет Отдыхать И нам говорят Красиво же Да Но ведь изначально Это создано За счет природного объекта А следовательно За счет здоровья населения То есть население Недополучает Природной среды В этом плане Поэтому Вы подняли вопрос Насчет прокуратуры Я бы хотела Вот сейчас Очень четко сказать Что работать Природоохранные органы Должны Не оглядываясь Без конца На мнения ДВ Скажем так Заинтересованных С сторон На мнение тех Кто пытается Какие-то развивать территории Природоохранные органы Должны быть независимы Они должны работать Не оглядываясь Постоянно На мнение Вышестоящих органов Вот когда у нас Это произойдет Когда у нас это будет Мы соответственно С вами Увидим другую Казань Увидим Казань зеленую Я боюсь Что мы сейчас Воспаряем Вы же Час назад Сами же сказали Что они вмешиваются Если что-то Не соответствует закону Но если все бумаги Собраны Они умывают руки И постольку Поскольку Ментальность такова Что мы Там где есть Зеленая точка Мы должны обязательно Что-то воткнуть Что из этого Должны Что-то выкачать Какие-то деньги А ментальность Правоохранительных органов Ограничена Вот Не столько духом Сколько буквой Законные Подзаконных актов Но они так и будут действовать Что-то здесь Надо менять Это менять Надо даже На уровне Российском Потому что В 2008 году Был настолько сильно Откорректирован Закон Об экологической Экспертизе Что большинство Объектов Откорректирован В худшую сторону Да Корректирован Что большинство Объектов Капитального строительства Они просто перестали Быть объектами Экологической Экспертизы И большинство документов Просто проходят Мимо То есть они Не идут Ни на какой Вариант экспертизы Имеется в виду В экологическом плане Можно еще одну реплику По экономике Если не возражаете Я махну Чем-нибудь Когда вопросы Перейдут Право вопросов Вперед к СМИ Окей? Спасибо Можно реплику По экономике В продолжение Моя вообще Деятельность И как активиста И как специалиста Урбаниста Началась с того Что я видела Засыпку В займище Я видела Насколько ужасно Страшно Просто непредставимо Когда песок Покрывает живые Пространства Воду Вместе С зверьми Берега В общем Все они разбирают Это действительно Выглядит очень страшно Но при этом По закону Эта территория В том числе И Курбышевское Водохранилище И мелководие Реки Казанки И та территория Около Речпорта Мелководная Это все Объекты Федерального Регулирования Это федеральный Водный фонд Существует По закону Форма Согласования При прохождении Государственной Экологической Экспертизы Для создания Намыванных Территорий Но органы Не требуют У застройщиков У девелоперов Этих Согласований Юлия Ильдаровна Может быть я не прав Поправьте меня Насколько я понимаю ПСО Казань Сейчас находится В серии исков Как раз В серии тяж По этим поводам То есть нельзя сказать Что там никто Ничего вообще не делал Там предъявлялись Исковые требования И они рассматриваются Когда шла Непосредственно Засыпка Мы вызывали Многократно Органы прокуратуры Они приезжали И говорили Что мы не видим Здесь только Песчаные работы Какие-то ведутся Непонятные Они не требовали Они не останавливали Сами работы И вот по деньгам Вы сказали Что мы Настолько ли мы богатые Чтобы распоряжаться Этими территориями Так как это делают Допустим В той же Варшаве Или в других странах Вот ту цифру Которую называла Нафиса Мансуровна 3,5 миллиарда Это только по одному Правильно я поняла Участку территории Ущерб составил При его застройке То есть Это 3,5 миллиарда По сути Украли У жителей Которые Не дополучили Этих экосистемных услуг И вот Анализ Экосистемных услуг Которые дает Территория Должен быть Ключевым При принятии Решения О распоряжении Землей Так называем Ветланды Болотные угодья Мелководья Это Одни из самых Ценных экосистем Мира Общая суммарная Ценность Этих систем 4 миллиарда 4,9 миллиарда Долларов США Юлия Дарна Спасибо за Высказанную аргументацию Все правильно Я единственное Только хотел бы Чтобы мы с вами понимали Вы в том числе Как активисты Как защитники природы Что существует Совершенно очевидная Ментальность И когда вы говорите Называете 3,5 миллиарда Рублей Это То Что украдено У населения И власти И я вас уверяю Я не думаю Что я в данном случае Ошибаюсь И Огромная Часть населения Просто не понимает Что значит У нас украдено А как они посчитали 3,5 миллиарда Эко ущерб Ну поставили Дворец водных Виду спорта Ну там кто-то плавает И так далее Поэтому Пока Вот когда это дойдет Это механика Вот Вот Эти расчеты Это на самом деле На ментальном уровне Надо сдвигать А это все не делается Очень быстро Потому что Люди купаются Отдыхают Бесплатно Вот есть такое понятие Эффект По-моему Победы что ли Да Вот Социологи поправят Если что Потому что сейчас Забыла я точно Как это называется Эффект победы Вот когда Была универсиада Была универсиада Мы все гордились Тем что она проходила Объекты универсиада Во многом Были построены На природных объектов Не так уж много У нас было зелени А до этого У нас было Тысячелетие города Казани Где Казань Строилась за счет Не только Исторических Но и зеленых зол Где Между прочим Рассматривалась территория Приволжского района Ведь деревня универсиада Не случайно туда Была отправлена Рассматривалась территория Приволжского района Но земли там уже Все были в частной собственности И надо было их выкупать Дорого А вот эти муниципальные земли Полоса поймы реки Казанки Оказались тоже подходящими И главное что бесплатные И вот так возникла эта история Понятно По поводу земель Была реплика Землях сельхоз назначения И городской застройки В результате поглашения территории Соседних районов В черте Казани Оказались сейчас Несколько десятков тысяч гектаров земли Вот И со своими собственниками Вот Чтобы там О порядках говорить Вот если Сельхоз земля Она порядка 20 тысяч рублей Гектар А уже Промышленная Или там Жилищная Это минимум 20 миллионов Рублей То есть Это Несколько сотен Миллиардов рублей Это вот такое Коррупционное давление На городскую Так скажем Инфраструктуру И на городскую политику Вот У меня мнение однозначно Значит Вот эти сельхоз земли Надо изъять Значит В муниципальную собственность С передоставлением Тоже сельхоз земель Собственникам В соседних районах Татарстана Где бы они Более Там Комфортабельно Занимались бы Сельским хозяйством А Иначе Вашингтон В городе Развитие Не видится Не хотелось бы Заканчивать На пессимистической ноте Но я понимаю Что все уже Довольно основательно Устали В том числе Начинают уставать И спикеры Давайте мы Потихонечку Будем подводить Итоги У меня На финише Два вопроса И потом С вашего позволения Я передам Слово Представителям прессы КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ